Сегодня у нас проводится учение о запланировании, организация взаимодействия с арендаторами, также будет участвовать администрация. От ГОЧС должны быть пожарные расчеты. Работа схемы опровещения будем отрабатывать. И второе проверка практически готовности техники, средств связи в работе в реальных условиях тужения слабого пожара. Учения будут принимать у нас Кингисепское лесничество, Кингисепское участковое лесничество, Сокинское участковое лесничество. Задействованы будут автомобили Урал, УАЗ, Мерседес, АЦР, ЛХТ-100, ЗИЛ-131, ГАЗ-33, МАР-81, Бобров, Больша, транспорт, участковых лесничеств, транспорт, поводство лесничества. Вагон не лезть, рукава и все разматывать по плану, слушаться руководитель оттужения пожара. На траву заезжать, водитель машет, чтобы никаких эцетов не происходило. И вперед! Патроновая с бригадой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это арендаторы «Фактор» и «Светобор» в количестве одной единицы техники у одного арендатора и одной единицы у второго арендатора. В силах восьми человек также принимают участие лесничество. Лесничество задействована техника патрульно-лесопожарный автомобиль АСЛП «Мерседес». Также делает Минполосу у нас трактор ЛХТ-100 с плугом, а также ЗИЛ-131, УАЗ, фермер и количество человек задействованных в пожаре от лесничества в количестве 15 человек. Также присутствуют и силы МЧС, ГО МЧС, позже лесохрана Ленинградской области в количестве одной машины и одного экипажа. Ваше мнение, как вообще среагировали и потушили данный пожар? Среагировали оперативно, все выдвинулись в короткие сроки и локализацию произвели буквально за полчаса. Сейчас приступили к ликвидации. А скажите, пожалуйста, что бы Вы сказали простым людям, которые сейчас идут в лес и просто проезжают? Сейчас очень высокая опасность. Снег с полей сошел, осталось как бы в лесу еще сыро, но предварительно людям и всему местному населению Кингисепского района рекомендуем, чтобы никто не отжигал поля, потому что в основном пожары происходят с полей. Загорается поле и при большом сильном ветре перекидывается это все в лес. Мы хотим, чтобы население Кингисепского района должным образом к тушению лесных пожаров и самое главное предупредить его. Редактор субтитров А.Семкин